Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 ноября. Осень заканчивается и стучится в дверь уже зима. Но у нас буквально вчера было еще плюс 17 градусов тепла, ясно, солнечно. Сегодня пасмурно, ветерок прохладный и обещают дождик. И сегодня у меня такая работа предстоит. Спрятать вот эти все контейнеры с высаженными в них луковичными. Спрятать в прикоп, какие-то буду прятать в теплицу. В общем, нужно все подготовить уже к зиме конкретно. У нас было тепло, поэтому все контейнеры у меня стояли здесь в укромном месте в саду. Они уже даже листвой все присыпаны. В общем, прикапываю и покажу вам весь этот процесс. Здесь же у меня находятся другие контейнерные растения, которые я еще не успела убрать. Я их все уберу в теплицу. Они будут у меня зимовать в теплице. Здесь вейгелы, здесь дейции и несколько кустиков розы в контейнерах. Это маленькие саженцы там. Вот такая работа предстоит на сегодня. Холодно работать в саду. Я приодела шапку и шарфик повязала. Так будет более комфортно. Вот такие контейнеры красивые. Они у меня двойные идут. Я буду вытаскивать внутреннюю часть. Вот так вот. И прикапывать буду только внутреннюю часть. А эту красивую часть уберу до весны. Весной достану из прикопа, отряхну немножко и опущу. И будет красиво, чисто и аккуратно. Прикапывать буду в эту яму. Я ее уже подготовила заранее и засыпала ее опилками. Буду выставлять сюда контейнеры и также их пересыпать опилками. Весной, когда я достаю свои контейнеры, они получаются чистенькие. Опилки стряхнула. И все хорошо и аккуратно. Многие писали, что в опилках заводятся мыши, какие-то грызуны. Но за мою практику пока такого у меня не было. Поэтому я смело прикапываю в опилки. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Беру сухие опилки и между горшками буду все просыпать опилками. Аккуратненько туда вот в эти места, в эти, вот так вот красавица пришла, помощники. В общем, все буду засыпать между горшками опилками. Субтитры сделал DimaTorzok Присыпаю тонким слоем земли, чтобы ветер не разнес опилки. Все контейнеры прикопаны, между контейнерами опилки засыпаны. Вот так оставляю до весны. Весной посмотрим, как они перезимуют. В принципе, так я прикапываю уже не первый год, поэтому зимуют прекрасно, вообще без выпадов и без нашествия каких-либо грызунов. Надеюсь, и в эту зиму обойдется так же. Все, вот эти большие контейнеры отправлю в теплицу. И вот эти маленькие горшочки тоже отправляю в теплицу. Я высадила сюда мелколуковичные и хочу их потом достать пораньше и выгнать к 8 марта. Зимовать они будут в теплице. Напомню, что в теплице нужно следить за влажностью грунта. Если грунт подсох, сразу не поливайте, проверьте палочкой, потому что верхний слой может подсохнуть, а внутри грунт оставаться сырой. Поэтому проверяйте внутри, какой грунт. Если и внутри подсох, тогда только поливайте. Поливайте так, чтобы в поддоне, в нижней части вода не оставалась. Поливайте только слегка, чтобы грунт был слегка-слегка влажный. Контейнеры с луковичными прикопаны. И теперь эту всю листву убираю. На газоне оставлять листву ни в коем случае нельзя, иначе будут проплешины весной. Поэтому обязательно газон в зиму отправляем чистый. И вот так после уборки. 23 ноября цветет пастела. На сегодня у меня все. Благодарю, друзья, что вы со мной. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова